Слэклайн, балансборд и воркаут С этими направлениями юных сыровчан познакомили спортсмены из Нижнего Новгорода. Со своим фееричным выступлением они приехали на открытие нового спортивного пространства молодежного центра. Проект Ульцспорта направлен на поддержание и развитие уличных видов спорта, такие как воркаут, локлайн, джонглирование, паркур, скейтбординг и другие направления при поддержке молодежного правительства Нижегородской области, также Министерства внутренней политики Нижегородской области, Университет Лобачевского и реализуется в рамках проекта «Инсайт-52». Гости города провели мастер-классы для зрителей и любой желающий мог попробовать пройти по канату или выполнить трюк на турнике или матах. Акробатические элементы учились выполнять под зажигательную музыку. Современная и технологичная площадка появилась благодаря участию в проекте инициативного бюджетирования «Вам решать». Данная площадка сделана очень интересно и грамотно с точки зрения, что она находится рядом с молодежным центром, это значит, что здесь постоянно будет собираться молодежь. И то, что на этой площадке представлено сразу много видов спорта. Вот я вот вижу уже турники и бруси, которые отлично подходят для занятий воркаутом, ОФП, занятием по направлениям ГТО. Ну и также здесь есть у вас еще и волейбольная площадка и площадка для игры в стрит, в одно кольцо, в баскетбол. Не обошлось на открытии без творчества, оно, к слову, тоже было уличным. Гости праздника открыли для себя художественные направления, граффити. Под руководством опытных мастеров они расписали стену гаража перед площадкой. Открытый чемпионат органов безопасности ПФО по рукопашному бою в памяти капитана Майорова прошел в спортивном комплексе «Юниор». В турнире приняли участие более 60 участников из 10 городов. В 2001 году наш земляк, капитан Александр Майоров, героически погиб при исполнении служебного долга на Северном Кавказе. Военнослужащий долгое время занимался рукопашным боем и стал кандидатом в мастера спорта. В память о герое в нашем городе в 17-й раз провели чемпионат органов безопасности Приволжского федерального округа по рукопашному бою. Семья Александра Майора вообще героическая. Он кавалер Ордена Мужества. Старший брат Андрей тоже кавалер Ордена Мужества. И сегодня на открытии соревнований выступал двоюрный брат Александра Майора Милешкин Николай. Он тоже кавалер Ордена Мужества. И каждая семья может повалиться вот такими героями. Из-за пандемии два года соревнования проходили в закрытом формате. В этом году в юниоре в мастерстве состязались 10 команд из разных городов. Всего было более 60 участников. В боях участвовали 14 мастеров спорта и 17 кандидатов в мастера спорта. География турнира расширяется и с каждым годом к нему присоединяются новые люди. В этом году на соревнования впервые приехали спортсмены из Лукоянова. Приехали на этот турнир первый раз, попробовали свои силы. Организация турнира достаточно серьезная. Все бойцы хорошо подготовлены, сразу видно. Попытаем удачу, посмотрим, что из этого получится. Настоящие мужские поединки, жесткие бескомпромиссные борцовские приемы, удары руками и ногами. На татаны встречались по две пары соперников. Судьи пристально наблюдали за каждым движением участников. Удары, броски и стойки задержания оценивались определенным количеством баллов. Победители выявляли в каждой весовой категории. То, что мы помним, чтим героев, в том числе героев, которые родились, росли, воспитывались в наших спортивных школах, в нашем городе. Это хорошая патриотическая история и для подрастающего поколения, и для граждан в целом. Саровский спортсмен Федерации рукопашного боя Евгений Тучин стал серебряным призером турнира. Студия «Задоринки» начала фестивальный год с двух крупных побед на международном конкурсе «Солнце круг» и интерактивной танцевальной лаборатории «Фри Дэнс Фэктори». Четыре года студии страны и народной хореографии «Задоринки» Дворца детского творчества участвуют в интерактивной танцевальной лаборатории новой эпохи «Фри Дэнс Фэктори». В этом году на творческое мероприятие выезжала средняя конкурсная группа. Для ребят это был дебют в проекте. Мастерами на этом проекте были топовые хореографы Светлана Лутошкина, Павел Самохвалов, Андрей Беч, Арина Санникова, Игорь Сурминь и Антон Косов. Очень важно было послушать мнение каждого педагога о том, как же танцует мой коллектив, как они умеют собраться, как они владеют техникой современного танца. «Фри Дэнс Фэктори» – это конкурс непривычного формата. «Задоринки» привезли на него четыре работы. После показа танцев всех коллективов каждый из мастеров выбирал себе две группы и за два дня ставил с ними еще один танец. «Задоринки» выбрал Антон Косов. «Хотелось, конечно, оправдать доверие хореографа и чтобы все прошло прям идеально. Ну, ребята справились. Конечно, было очень сложно, было трудно, потому что мало того, что педагог – мужчина, да, они привыкли к тому, что я ими руковожу. У меня такая женская, так скажем, любовь и подача. А здесь пришел мужчина и совершенно другого образа мышления. И постановка – это современная классика. То есть для них это было что-то новое». Наставник постарался по максимуму раскрыть возможности каждого танцора, придумать и выстроить новую композицию. И результат для новичков отличный. Диплом лауреата третьей степени, сертификат на 10 тысяч рублей на оплату участия в любом мероприятии проекта «Танцевальный клондайк» в 2023 году. Но главный подарок для задоринок – это бесценный опыт участия в этом проекте. «Это необычный конкурс. Это, во-первых, мы там учимся, мы развиваемся и получаем дополнительную постановку, которую можно показать другим. То есть это необычный конкурс. Это уникальный проект среди новостальных конкурсов». «Я получила огромный опыт. Вообще для себя я считаю, что я поработала очень хорошо. Те самые мастер-классы, на которые мы ходили помимо постановки, там работаешь с хореографом, который тебе не знаком. Ты его не знаешь, но у него настолько прекрасная хореография, что ты просто заплываешь в этот мир и потом не можешь оттуда выйти». Анна Козловская гордится еще одной победой своих воспитанников, на этот раз младших. В Нижнем Новгороде на международном конкурсе «Солнце круг» дипломы лауреата в первой степени получили танцы «Топотуха» и «Распаковка». А композиция «Губы цвета мака» завоевала гран-при. В Сарове проходят игры всероссийского турнира «Кэсбаскет». На паркете юниора соревнуются 10 команд образовательных учреждений города. Учащийся второй гимназии Иван Баханович занимается хоккеем, но однажды его заинтересовал баскетпол, и он решил попробовать себя в этом виде спорта. Сначала молодому человеку казалось, что играть в баскетбол совсем несложно, но когда Иван втянулся в процесс, то понял, что в баскетболе необходимо много думать и смотреть на несколько шагов вперед. В чемпионате «Кэсбаскет» Иван Баханович участвует второй год подряд. «Предыдущие игры прошли с переменным успехом. Удалось нам победить единожды, дважды мы уступили. Но мы не отчаиваемся, у нас очень дружная, хорошая команда, которая поддержит в нужный момент, попытается... Мы есть лидеры, которые помогут сплотить коллектив наш». Первенство школ города по баскетболу прошло в спортивной школе «Икар» в рамках Всероссийского чемпионата школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет», которая объединяет порядка 70 регионов России. В муниципальном этапе чемпионата участвовали 10 команд из школ Сарова. «Все борются за первое и второе место, то есть из группы выходят первое и второе место. В группе пять участников, пять команд участников. Из пяти выходят две в плей-офф. Здесь сначала идет в группах круговая система, дальше уже система на вылет. Две команды выходят из одной группы, две команды из другой выходят и играют на вылет». Игра между гимназией номер два и пятой школой была напряженной. Несмотря на то, что гимназия лидировала, команда школы номер пять уверенно догоняла соперника. Но обойти гимназистов им все-таки не удалось. Игра закончилась со счетом 38-20. Следующими на баскетбольное поле вышли команды третьего лицея и десятой школы. «Мы играем за третью школу. Три победы пока из трех. Сегодня играет десятая школа. Она решающая. Если выигрываем, то проходим дальше. И завтра получаются игры у нас уже из группы. Получается, с 11 школы завтра играем. Завтра также должны настроиться на игру, чтобы выиграть и пройти уже финал». Победители муниципального этапа первенства школ города по баскетболу поедут на зональный этап в Иксу. Лидеры зонального этапа попадут на область, а потом и на всероссийский уровень. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова